Расширенная оперативка главы администрации началась с озвучивания информации о кадровых изменениях. Директором МОП «Нистикамстройзаказчик» с 15 июля стал Александр Олешко. Тема коронавирусной инфекции не снимается с повестки дня. На прошлой неделе зафиксирован прирост числа заболевших почти на 30%. Глава города Эльдар Валидов акцентировал внимание на необходимости своевременной вакцинации и ревакцинации. Также были озвучены неутешительные сведения о состоянии воды в ближайших водоемах. На сегодняшний день у нас теперь уже по объектам окружающей среды мониторируют те качества воды открытых водоемов, которые используются в рекреационных целях, в том числе на наличие холерных вибрионах, мы смотрим, и в целом на санитарно-показательные микроорганизмы. Холерные вибрионы не установлены, лаборатория не показывает, не находим положительные результаты. Но видим санитарно-показательные микроорганизмы, кишечные палочки, в том числе река КАМА. Первые находки уже были. Это бактерия, клубокишечная палочка, это не патогенный холор, но цель-холерный показатель микроорганизмы. Карманское водохранилище, так та же ситуация. В жилищно-коммунальной сфере прошлая неделя прошла безаварийно. Продолжаются работы по благоустройству. В прошедшую неделю аварийных отключений не допущено. Продолжаются работы по подготовке к отопительному зимнему периоду. Работа на объектах по благоустройству также продолжается. Отклонения от графика отсутствуют. На этой неделе ООО «Танок» приступает к благоустройству тротуара по улице Парковой, от проспекта Комсомольской до улицы Дорожной, почетной стороне. На прошедшей неделе на водных объектах происшествий не было. Зафиксирован один случай заблудившихся в лесу. Собравшись и заслушали доклад начальника по работе с территориями индивидуальной застройки. В его ведении 10 микрорайонов частной застройки и 3 сельских населенных пункта, жители которых активно участвуют в ППМИ. За 5 лет реализовано 70 проектов по ремонту дорог. Это асфальтирование и отсыпка щедневых. Две детские площадки, водопровод, ремонт кровли ФАП и газоснабжение. В 2022 году прошли конкурс на луру еще 16 проектов по ремонту дорог. За счет средств местного бюджета выполняется ямочный ремонт дорог в частном секторе. В 2022 году отремонтированы в дороге автобусный маршрут улицы Трактова, улица Молодежная, улица Советская, Октябрьская, Мирная, улица Советская деревня Марина, Ленин, Магистральное село Ташкеного и в село Ташкеного дорога до ФАП и Центральной площади. Эльдар Валидов напомнил о необходимости установки села Ташкеного в остановочном комплексе и обозначил срок до 1 сентября. Павел Исеткин, Дуарт Новиков, информационная программа «Ежедневник».